Всем привет, с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гея. Мы сегодня мы играем в Кималочку на сервисе Холиплей, первый сервис, у них здесь Кирилл Путбуль, не забывайте водить мони при эстрации. Итак, сегодня мы посмотрим новое очередное обновление, которое вышло сегодня ночью, в принципе, добавили много чего интересного, поэтому с вас обязательно лайки. Ну что ж, погнали. Итак, первое, что добавили, это такую прикольную команду, му онлайн, посмотреть свой онлайн и оставшееся время до рулетки. Пишем эту команду, му онлайн, онлайн пишем так, му онлайн. Так, и вот, ваше время в игре за весь день, 2 минуты. Нужно часов для получения бесплатной рулетки, 6 часов. Пробывание во ФК за текущую сессию без релогов, 0 минут. Это довольно-таки удобно, вы сможете спросить, сколько вам осталось до рулетки, сколько вы отыграли, ну, сколько вы прострелили, пока я думаю, это вам не нужно, в принципе. Ну, а так, очень прикольная функция. Хорошо, что ее добавили. Итак, в GPS добавили тиры, теперь вы можете посмотреть список тиров. Нажимая общественные места, листаем саму низ, и здесь есть тиры. Тир боя на часть, тир ПГТ Батырева, тир Чеченская мафия, тир ОПГ Южная, тир Федеральная служба безопасности. Ну, в принципе, это будет удобно для тех, кто не знает, где качать скиллы, и, в принципе, вот он найдет себе это место. Добавлена нелегальная подработка кража машин. Вот это самое крутое, что мне на самом деле интересно, я еще это ничего не смотрел. Я вообще ничего не смотрел, только утром зашел и решил для вас записать видео про обновление. Так, по-моему, это в GPS находится нелегальные организации и нелегальная подработка, вот, в принципе. Но это, я думаю, мы посмотрим в следующей серии подробненько так, потому что затягивать серию особо не хочется. Поэтому это мы уже посмотрим в следующей серии, именно эту нелегальную подработку. Так, следующее это у нас изменение цен в донате, а также конвертирование валюты. Вместо 1000 за один кредит стало 800 рублей за один кредит. Ну, не знаю, зачем это сделано, было, в принципе, так, донат прям не пиздец какой. Кстати, у меня здесь кредитов есть. Так, видите, да, 800 рублей. Потом, я не знаю, что здесь еще, возможно, поменялось. Так, проверить баланс. Сменить название семьи, 300 рублей. Снять судимость, купить VIP-статус. Ну, вроде бы как, там особо ничего не поменялось. Так, у вас нельзя еще кредитов для... А, это номер надо купить. Окей. Так, VIP-ка. Так, сменить спинопула, VIP-аккаунт. Сменить номер транспорта. Ну, вроде бы с цен ничего не поменялось, кроме вот этой темы. Ну, давайте я чисто проверю для вас. Купить. Так, ну да, 8000 дается, в принципе, как и было написано. Так, для владельцев бизнеса доступно изменение цен в магазине. Бусинес. Ну, у меня заправка, точнее, у нашей семьи заправка, поэтому... Я думаю, у нас такого, в принципе, нету. Так, автозакупка, стоимость одного товара. Да, у нас такого нету. Это только 24 на 7, по-моему, есть такая тема. Ну, или в других каких-то бизнесах. У нас такого, как бы, нету. Ну, в АЗС именно. Такого нету, а в других бизнесах, скорее всего, есть. Также, при подаче объявления, вы должны выбрать радиостанцию, на которую хотите отправить объявление. Так, давайте введем эту команду. Так, вот я ее прописал. 1, 2. Первый это ТРК РИФ, второй это ТРК Мазинг. Включить радио можно. Ну, типа, блин, один, типа. Вы подключили ТРК РИФ. И можно написать объяву. Работает АЗС в городе Рыжевск, например. Видите, вот так вот это все делается. Ну, что ж, погнали дальше. И изменение интерфейса при вводе команды NET. Ну, давайте введем команду NET. А, ну да. Не, ну так получше, в принципе, процентки, как, я думаю, красиво. Так, сыт. То есть, жажда, туалет, гигиена. Ну, в принципе, это все понятно. Да, красиво сделали, красавчик. Итак, добавили еще такую очень прикольную функцию, которую я говорил администраторам в Дискорде. Это то, что может давать тебе свои ключи от машины другому игроку. Добавлено ключи и передача ключей для автомобиля. GiveOkey. Команда GiveOkey. Так, ID игрока. Окей. Так, это понятно. Люди, имеющие ключи от автомобиля. Кейс. Ключи от вашего личного авто нет ни у кого. Это хорошо уже. Так. И, в принципе, все. Да, больше никакой команды нет. Извена. Извена команда Wanted. Для ДПС, ППС, ФСБ. Теперь там показывают район, в котором находится игрок. Ну, то есть преступник. Также добавлено новая фишка для семей. F-меню. Это номера на машину. Управление транспортом. И здесь есть смена номерных знаков. Короче. Добавлено номера на авто для семей. Улучшение 110 миллионов. Вот. Внимание. Номерные знаки на семейных авто это не 3D текстуры. Как у личного транспорта. Номерные знаки изменяют на самой машине. Видите название, которое будет напечатано на всех семейных авто. Цена печати номерных знаков на всех семейных авто 110 миллионов. Максимальная длина названия 7 символов. Иначе слово не поместится. Вы можете использовать цвет, пример, ага, Family. Без пробела между... Не, ну это прикольно, блин. Ну, 10 миллионов, конечно, дорого. Но, типа, индивидуально, в принципе, да. Я бы не знал, что я написал. 7 символов. Бля, хер знает. Ютуб бы написал, блин. Как раз 6 бук получает. Ну, не знаю, возможно, в будущем будут бабки. Купим. А сейчас у нас таких денег нету. Поэтому, в принципе... Не, ну, прикольная тема. Но пока что у нас нету средств, чтобы это купить. Итак, что еще добавили? Урезали некоторые интерьеры. Это во фракциях урезали интерьеры. И в особняке, в принципе. Да, уж, конечно, печально. Видите, вот здесь дверь такую поставили. И сквозь ее теперь не пройдешься. Короче, второго этажа нету. Я не знаю, для чего это сделано, блин. Ну, как по мне, это бред, серьезно. Зачем было урезать дверь? Там так было охрененно на втором этаже. А теперь у нас нету второго этажа. Всего лишь есть первый этаж и все. Это довольно-таки печально. Серьезно, там было всего лишь две комнаты наверху, как бы. Но это было красиво. А теперь там просто заглушка, так сказать. Дверь закрыли и все. Ну, ладно, все. Погнали дальше. Я так побегал, посмотрел. Ни у какой семьи еще номера не стоят, в принципе. Возможно, никто не хочет тратить на это деньги. Ну, я бы потратил, на самом деле. Были у меня такие деньги. Я бы поставил бы номера какие-то на семейные машины. Так, мне тут пацаны в чате семьи написали, что очень сильно повысили цены в 2.4 на 7. Ну, давайте посмотрим, в принципе, что тут повысили у нас. Так, ну да, повысили цены. Довольно-таки неплохо. 40 тысяч удочка. 4600. Ну да, видите, цены поменяли на самом деле. Но, блин, сейчас будет очень невыгодно ремку покупать, потому что они будут дорогие. Я видел ремки, там, по 15 тысяч, по 20. Это довольно-таки жестко. Снимаешь? Плюс. Да, дружище, я снимаю. Так, поехали дальше. Максим Озерков, привет тебе. Также добавили такую тему, что теперь бизнес будет слетать не только от того, что он не оплачен, а еще от того, что у него нет продуктов. Если в бизнесе пару дней не будет продуктов, он автоматически слетает. В принципе, вроде бы как вам возвращается 70% от бизнеса. Вроде бы как. Это не точно. Просто там я читал, я не все запомнил. Мой совет, пацаны. Если вы будете куда-то уезжать на пару дней, лучше закройте бизнес, чтобы продукты не заканчивались. Да, вам не будет идти прибыль, но зато бизнес не слетит, пацаны. Поэтому лучше, как бы... Так, вроде бы не забавили какую-то тему, типа запись или что. А может это не здесь. О, тут оказывается туалет есть, что-то я его не видел на самом деле. Так, какая-то запись я помню была. Оказывается туалет есть, что-то я его не видел на самом деле. Так, какая-то запись я помню была. Ну это понятно, в принципе. А видите, здесь тоже урезали интерьер. В принципе и... А, и здесь убрали, смотрите. В натуре очень жестко урезали интерьер, конечно. Не знаю зачем, но все-таки да, его урезали. Но здесь какая-то запись была. но наверное это вот эта запись в принципе другой тут и быть не может ну по-моему это и было раньше чуть как-то много попрошайка развелось на самом деле ладно поехали посмотрим что еще добавили а это я тупанул короче добавили в больнице функцию не чекпоинт этот а то что можно вот этот там есть такая будочка короче и там проводится беседование теперь может там открывать и закрывать дверь вот что добавили также повысили призы в пин более добавили новую паркур карту ну короче по мелочи вроде бы всем рассказал пацаны всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и всем пока пока